В Турции состоялась одна из самых больших за последние годы сходок воров в законе. Криминальные генералы собрались, чтобы обсудить мафиази Дата Сургутского и Црипу, короновавших авторитет Ахтама Самаркандского, которого в семье видеть не захотели. Однако главный вопрос встречи отпал сам собой. Дата и Црипа отыграли назад ситуацию и лишили Ахтама погон. В результате воры в законе побеседовали на другие темы. Хотя разбор полетов из-за коронации Самаркандского еще продолжается. Как стало известно Разбалту, сходка прошла на одной из частных вилл в пригороде Стамбула. Туда съехались более 30 воров в законе, в том числе Рамас, Каба, Матевич, Ираклий, Гишашу, Пата, Бесо, Аслан и другие. Посредством интернета в мероприятия принял участие Мираб Джангвеладзе, Мираб Сухумский. Криминальные генералы планировали обсудить поступок Давида Чхикришвили, Дата Сургутский, и Тимура Занимси Цверидзе, Црипа. Они инициировали коронацию о авторитетах Тамаса Маркандского. Однако абсолютно все остальное воровское сообщество осудило этот поступок. Во-первых, потому что все было сделано в обход решения сходки в Ереване в 2015 году о моратории но новой коронации. Во-вторых, из-за личности Ахтама, которому, как полагают криминальные генералы, не место в семье. Дата и Црипи предложили по-хорошему признать ошибку и отменить решение о прессовении погон Самаркандскому, но они от этого всячески уклонялись. В результате решающий фактор сыграло письмо, которое в Турцию передал самый влиятельный вор в законе Захарий Калашов, Шекра Молодой, отбывающий сейчас срок в 9 лет и 10 месяцев в колонии. В нем мафиози номер один сообщил, что категорически против коронации Ахтама, поскольку она нарушает решение воровского саммита в Ереване. А дальше была часть, адресованная лично Дата Сургутскому, являвшемуся участником сходки в Армении и подписавшемуся под мораторием на коронации. Ему было предложено добровольно снять погон из Самаркандского, иначе Чхиквишвили было обещано, что с него спросят за проступок. Ознакомившись с Малявой, Дата и Црипы связались с Рамазом Дзниладзе, Рамаз Кутаиский, и объявили, что отменяет коронацию Ахтама. Также было обговорено, что к Чхиквишвили и Немси Цверидзе не будет приняты мер по воровской линии. В результате на сходке под Стамбулом по ситуации с Самаркандским никаких решений принято не было. Взамен собравшиеся воры в законе постановили, что единогласно поддерживают решение саммита в Ереване о моратории на коронации, а продлится он равно до того момента, пока не состоится новая сходка по данному вопросу под предводительством того же криминального генерала, который проводил и армянскую. Речь идет о Шакре Маладом, чей приговор предполагает нахождение в местах лишения свободы до 2026 года. Таким образом, как минимум до этой даты и будет продолжаться мораторий на новые коронации. На этом, однако, история с Ахтамом не закончилась. Последнее долгое время сидел в ОАЭ, а по освобождению сблизился с авторитетным узбекским предпринимателем Гафуром, который одно время находился в Эмиратах вынужденной эмиграции. После разразившегося скандала с коронацией самаркандского Гафур заявил, что к произошедшему отношения не имел. Но у законников была своя информация. Согласно ей, Гафур давно хотел, чтобы в Узбекистане появился связанный с ним вор в законе, который мог бы противостоять единственному криминальному генералу в этой стране Бахтиеру Кудратулаеву, Бахти Ташкентский. И для этой роли был выбран Ахтам. В связи с этим влиятельные криминальные генералы порекомендовали Гафуру держаться подальше от дел семьи. Разбалт, 25 апреля 2019 года, Александр Горячев. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok